Сейчас игра до Чеберслава с Хиканой. Продолжаем отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если у вас возник вопросы, задавайте все ссылки в описании. Давай, Александр, сейчас что-то интересное будет. Салам, Хикан. Салам. Как ты относишься к коучингу, всяким тренингам, карьерного роста и тому подобное? О, тренинги, да это же просто замечательно. Помню, сколько раз меня приглашали на эти тренинги. Но основном меня приглашали не совсем на тренинг, а приходи, Хикан. У нас там безумно какой-то дорогой отель, не гостиница, а отель. Мы будем там мощнейшим образом тусить, и нам будет какой-то богатый дядя впаривать. Но он будет стоять вот таким животом, с красиво одетыми телочками на лет 30, наверное, младше его. И он будет рассказывать нам, как он добился успеха просто, ну, я не знаю, ничем не торгуя, просто дыша воздухом, например, как мы все. Он будет рассказывать, показывать там какие-то автомобили, яхты, он будет рассказывать, как там самолеты вам подарить. Просто, нет, для этого вам нужно всего-навсего купить на 100 тысяч рублей каких-то продуктов, вот этих биодобавочек. И все, и вы вот тут же, тут же сразу золотой дождь, не тот золотой дождь, который перверсии, например, сексуальный. А золотой дождь, просто слитки золота на вас будут падать, вы только, вы будете кричать, довольна, довольна. Вот именно так практически все и происходит. Ну, вы все понимаете, что это мощнейшая пародия была на всех этих коучеров, коучи и тренеров, например. Но, смотри, подразделяются на два вида этих тренингов. Просто обычно наебалово сетевой маркетинг. Маркетинг, не маркетинг, как многие говорят, за это вообще бы стоит водить статью, например. Не важно. И тренинги, которые действительно делают тебя лучше. То есть, допустим, ну вот смотри, к примеру, человек какой-то неуверенный. Ну, я не знаю, то же самое, приходишь к психиатру какому-нибудь, он тебе там рассказывает, ну, с тобой, грубо говоря, сеансы психотерапии проводит, и все. Ну, есть люди, на которые действует этот сугестивный метод. То есть, они легко внушаемые. То есть, с ними поговорил, ну, может, он на неделечку завяжет с бухлом, ну, не знаю. Ну, может, кто-то вообще на месяц, например. Вот такие тренинги я называю действительно продуктивные. Денчик, давайте, ты сначала выскажись. А мне опять поближе подвали? Да, поближе подвали. Что ты думаешь по поводу тренингов? Бывал ли ты на тренингах? И какие дивиденды ты с них вынес, например? На тренингах я бывал на работе только исключительно. Дивиденды? Никаких абсолютно. Абсолютно. Я даже для себя никаких умозаключений не смог из этого просто выудить. Вот эти вот тренинги, на которые приглашают, это чистой воды вымогательства. Ну, просто даже не то, что вымогательства. Это склонение человека отдать все без сопротивления абсолютно. Ну, смотри, Деня, как ты относишься? Ты же, наверное, видел объявление. Выйду замуж... Точнее, не так. Тренинг называется «Как выйти замуж за миллионера?» А уже и были за миллиардера. Ага. Вот как... Почему ты до сих пор не замужем за миллиардером? Ну, потому что тугую дырочку распылять-то не особо желается. Ну, а как же платоническая любовь-то бывает? Да. Особенно, когда тебя кто-нибудь будет сплавлять за деньги. Это самая платоническая любовь. Денчик, то есть ты хочешь сказать, что все эти тренинги, выйти замуж за миллионера или о золотом дожде, о котором я рассказывал, еще это просто наебаловый маркетинг? Да. У меня бы хороший журнализм получился. Нанесу. Александр, давай ты пару слов что-нибудь скажи. Ну, да, никогда не ходил на эти сборища. Не вижу в этом смысла. Тем более на данный момент, если тебя какие-то вопросы интересуют, открыл тот же самый YouTube или какие-то каналы, и там тебе все подробно. То же самое, чтобы ты ехал куда-то, слушал кого-то. То же самое, что тебя интересует, нашел в интернете, те же самые лекции, посмотрел и сделали себе какой-то вывод. Я понял, я понял, Александр, твою позицию. Но я хочу рассказать одну занимательную историю. Это было очень давно, но так получается, что мне бруском ударили по голове, например. Было один раз такое. Ну, к чему это все? Просто до этого у меня один молодой человек, ну, он, наверное, где-то за год до этого, тогда только появились эти пирамиды, он мне говорил, Хикан, ты вот только найди там 300 долларов, вот ты сейчас ко мне вот только придешь, я тебе, ты сразу у нас будешь там серебряный уровень, потом золотой ты будешь слиток, потом там ты будешь платина, а потом ты вообще сразу масоном, представляете, 33 уровня, 33 угла, прям вот Ротшильды уже буквально за сигаретами тебе будет бегать. Ну, я говорю, не курю, поэтому не надо оно мне будет. Ладно, хорошо. Он говорит, ну вот-вот, я уже один шаг остался до мирового господства, буквально мы Рокфеллеров сейчас вот уже нагнули, вот. Я ему уже, я штаны снимаю, уже контрацептив-то надеваю, все, над Рокфеллеровской задницей занесся мой домокло в месть. Я говорю, ну понимаешь, что, ну поближе чуть-чуть, ну что это все, ну это лажит, а просто обыкновенная пирамида. Он говорит, да нет, ты что, я тебе вот отвечаю, вот тебе зуб даю, чтобы моя могила членами поросла. Он мне так и сказал, я уже буквально завтра, ну вот на днях скоро буквально уже становлюсь миллионером. Я говорю, ну дружище, да ты не шаришь ни хера, я уже книжек себе купил, уже там Киосаки прочитал, еще там я столько литературы, вот буквально завтра еще одного человека найду, точно, миллиардером буквально завтра встану. И вот, как-то ударили мне по голове поле этим бруском, и мы, значит, в нашей компании зашли в один супермаркет, а это уже после того, как он рассказал, как он Рокфеллеров-то нагибает и штаны снимает, прошел уже где-то, наверное, год с той поры. Я захожу в этот супермаркет, а я еще, ну немножко выпивший был, тогда я еще бухал, это было очень давно, вот. У меня еще голова болит, и я злой такой почему-то, даже не знаю почему. И мы зашли найти что-нибудь холодное, то ли какую-то бутылку пива, то ли, ну, приложить к голове, потому что очень болело. Вот. И я иду, и все там мы холодильник открываем, но я нашел, я уже не помню, что я приложил, чуть ли там не курицу какую-то холодную. Я иду, мне так херово, и голова уже, знаете, вот опухла. Фу, блин, уже поташнивает. Ну, знаете, это состояние. Они по всех хикану пьют по голове. По планам. Так вот, иду, значит, я, держусь за голову, и тут раз, и этот чувак без пяти минут миллионер. Я, ну, назовем его Васей, неважно как. Не, назовем его, этот, Рикардо. Рикардо, назовем его Рикардо. Я говорю, Рикардо, монадь, мои старые костыли. Ты же был миллиардером. Почему ты еще не в Монако? Почему ты еще не в Монако, цитирует Денчика. Почему? Где твоя яхта? Где твой велторед? Где твои проститутки? Каждый день новые. Где оно все? Почему ты работаешь в супермаркете, например, и просто переставляешь товары, продукты? Ты это, может быть, делаешь просто от скуки, знаешь, некоторые, некоторые люди, знаешь, богатые, они, ну, кто-то огородик копает. Ночью Обамка видел на медне, он кайловал где-то там в Белом доме, ну, не знаю, там, другие тоже где-то в саду что-то работают, политики. Ну, просто, знаешь, людям бывает, они хотят сблизиться к природе, тем более они уже престарелые, к земельке-то надо уже привыкать, например. Вот, говорю, может, ты просто это, типа, отскок, а еще злой, вот, знаете, когда, когда человек злой, когда он что-то болит, он не может объективно воспринять, его все злит, ну, знаешь, как баба помоялась, вот, аааа, почему ты дышишь, например? Говорю, какого ху, я говорю, какого хрена ты меня пытался втянуть в это говно? Говорю, я понимаю, что тебя просто, людей ты не смог привезти туда, и тебя взяли оттуда, и под сраку коленом тебя выперли, и теперь ты тут работаешь, ты же мне втирал, что ты уже, ну, все, ты уже завтра попал. Покупаешься в вертолет, буквально с этими, как называть, тепловые вот эти ловушки, которые ракеты от тебя будут отгонять, например, как в Афгане они были. Он, оба, 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 ну, я ему хотел леща отпустить, но не отпустил, потому что, если бы я действительно попался в ловушку, как один мой знакомый, да не один, их много было, до хера было, которые попались в такую же херню, я говорю, ребята, это же обыкновенная пирамида. Я даже там в свои 16-17 лет, я это уже понимал, мне это, ну, как, это, у вас есть интернет, у вас есть какие-то знакомые, вам должны объяснить, что это просто обыкновенно наебалово. Вот и все, какие миллионы. Ребята, о чем вы опомнитесь? Давайте, ребята, ну, не знаю, мне бомбит с этого. Как так можно? Зачем же врать в лицо? Зачем обманывать? Или ты действительно дурачок в это веришь? Или ты это делаешь как-то осознанно, пытаешься, ты становишься врагом для своих знакомых, для своих родных в первую очередь, ты обзваниваешь всех родных, знакомых, потому что в кодексе у этих ребят написано, вот, источник дохода, это ваши знакомые, друзья, близкие, например, мне сейчас что-то показалось. Все это херня, эти все коучинги, я не знаю, я не встречал таких людей, которые, 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 эти, которые бы помогали людям. Отца Симба. Это ты бис. Саша, а может быть, да подожди, да я скажу. Может быть, поэтому мы как бы и не пришли к успеху, потому что не посещали какие-нибудь мочейшие, мы, может, просто даже не пытались? Не знаю, даже те люди, которые пытались, я не видел из них, чтобы кто-нибудь стал миллионером. Хорошо. Или хотя бы немножко денег поднял бы. А зато на них кто-то нормально нагрелся. Данчик. Ну, есть некоторые люди, которые не любят слушать, читать и какое-то мнение там прислушиваться. Ну, пусть сходит этот парень, да посмотрит сам, пусть его оденут как, вернее, разденут как липку. Пусть в одних трусишках оттуда где-то, то и без. И посмотрит, домой вернется и, глядишь, действительно миллиардером станет, кто знает. Ну, господа, я не буду так уж коричнево судить, я скажу об одном. Понятно, что те люди, которые вам обещают быстрое обогащение, что вот вы вложите 500-300 тысяч долларов, и завтра вы уже действительно будете, как, не знаю, какие-то морганы мощнейшие, рокфеллеры, это, конечно, все вранье и кидалово. Но, если вы идете на какой-нибудь пикап-семинар, например, семинар, который, ну, немножечко вы рассчитываете повысить свой ранг, свою уверенность, тогда действительно. Вот, к примеру, ну, можно сказать, мои всякие видосы, они же тоже могут считаться как тренинги. Помнишь, Александр, мы с тобой советовали подходить там к подругам каким-то, например, просто походочка сначала, походочка, потом ты улыбаешься, потом ты просто привет говоришь там, не знаю, или подходишь и говоришь там часик радость и сладь. Ну, понятно, что это шутки были, но на самом деле в этом есть рациональное зерно, и это можно, в принципе, назвать тренинги. Вот такие тренинги, которые действительно на практике можно применить, тренинги, благодаря которым ты становишься уверенным, подойдут те тренинги, где вас научат выстраивать коммуникации, те тренинги, которые в будущем... Те самые коммуникации, по которым течет говно? Течет говно, а почему бы и нет? Ты приходишь, ой, здравствуйте, тетя Маня, а у вас там параша не засорила? А давайте я вам проделаю, прочищу ваши трубы, вашу канализацию прочищу. Своим шомполом трубы ваши, забитые 50-летние трубы. Именно, еще оттуда, из сапка, например. Перевязанный. Старый конь, да борозды не спорт. Ну, не важно. Так вот, если после таких тренингов, о которых я вам сказал раньше, вы становитесь более уверенным, коммуникабельным, то такие тренинги должны поощряться и как можно, естественно, чаще, вы, не знаю, чаще должны либо повторять материал, либо посещать, либо поддерживать какие-то связи, например, с теми же, не знаю, тренерами. Просто свои навыки все более, что делать? Совершенствовать, например. Так что, моя позиция здесь двояко, например. А моя сугубо, сугубо. Ты негативист? Да, да. Именно так? Да, потому что, кстати, вот пикап, например, я, не знаю, подневольно вспоминаются ролики Тесака, когда он приходил там на семью, типа, встречался с пикапперами. Не видел? Не видел? Ну, он одевал рубашечку, очечки, кепочку дурацкую и где-то там в кафешечке встречался с этими пикаперами. Ну, в общем, из всей той массы, которой он там охотился, к примеру, я понял одно, что это забитые, конченые дрищи, у которых вот эти пикаперские методы ни хера не работают. И уебки, кстати. Поэтому я исключительно бы, ну, негативно настроен, так как, блин, я бы не хотел бы набогащать какого-нибудь задрота, который, блин, даже, я не знаю, при самых прискорбных раскладах он хуже тебя. Шмелли, ну, если мы говорим, не, знаешь, вот, как мне кажется, знаешь, вот есть стереотип, пикап-гуру, то есть он идет, бах, на телочку, посмотри, а она сразу, ну, воборок, упал сердечный приступ, ни хера, и еще под собой лужа образовалась, она просто потекла. Типа идет такой, идет он, значит, по городу, поехали со мной на дачу, гарантирую, детка, тебе пивасик, поебасик, да? Именно так. И она просто мокреет, и в лужа течет с ней. Деня, факт в том, что мы говорим просто обыкновенной социальной адаптации, если человек, он идет, не знаю, в магазин и стесняется просто на продавщице, в глаза, посмотрите, Водки купить стесняется? Маш, а дайте, пожалуйста, хохохохохохохо... что?! Ты материшься, ты мне оскорбил, мне, пожалуйста, хохохохохохо... хлеба вот... Хурму. Хаофо. Хаофо. Она не поймает, либо ты с тобой что не так, либо ты болен, что с тобой, почему ты не можешь сказать, что тебе надо, хлеба тебе, халвы, хурмы, или хер тебе, наворотник, что тебе надо?! Если этот человек, если тебе этот дрыщ уебок, тебя промотивирует, иди купи хлеба, например, ты идешь и покупаешь хлеб, все, мишен комплит, это выполнено, никто не говорит, а ты идешь и там 10 телок сразу тебе вот так вот сцепили на прогиб, тебя кинули, один прогиб, и ты погиб, еще тебе дали, еще и мелочи тебе в трусы насыпали, ну и что, это плохо что ли? Он тебя промотивировал, ты пошел хлеба купил, и все, ну а дальше уже ты можешь, привет, здравствуйте, здравствуй Тетян, здравствуй Тетян, привет Часик, правда Чеперсладович, никто же не говорит о большем, просто хотя бы внутренне уверен на себе, чтобы ты мог хотя бы с коллегами по работе общаться, чтобы тебя там не смотрели на тебя взглядами, как говорил Сережка, взглядом дикого мыла, например, чтобы просто с тобой здоровались хотя бы, а не крестились, проходя мимо тебя, вот о чем мы пытаемся рассказать. Ну я не знаю, я скептически к этому настроен, единственное, чем этот прищ просто на теле общества может тебя промотивировать, это своим, тем, что вот оно вот такое вот неполноценное, вот просто вот не физически, не морально никак, но оно тем не менее держится на плаву, и вот оно, оно лучше коммуницирует с окружающим миром, взаимодействует, чем ты, единственное, чем это может тебе, это максимум, блять, одно по, один поход, и то, вместо того, чтобы этому ублюдку заплатить, пнуть ему, в кокушке. Какой, Денчик, кровожадный радикал. Вот такие дела, ребята, каждый из нас выслал свое мнение, каждого из нас оно разное, и не всегда они сходятся, ребята, выбор за вами, так что подписывайтесь на наш полиморфный канал, ставьте классы, донайте нас бабули на бичпакет, заказывайте рекламу и сигны, слава к нам, Борислава, до новых встреч, пока. Компуктира. Компуктира Компуктира Компуктира